Друзья, всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вот пока куда-то собираюсь, у меня моя укладка, любимая на голове, ну да простите вы меня, потому что я решила включить камеру и поболтать с вами на очень острые и актуальные темы, такие как осенняя лень, осенняя депрессия и вот это вот все мерзкое, если вы являетесь уникальным обладателем квартиры где-нибудь в средней полосе, как и я, вот например в Москве. У нас уже опять там вторую неделю идет дождь и я уже даже перестала считать недождливые солнечные дни, я думаю, что их в ближайшее время не будет и холодно теперь стало на улице приблизительно там плюс 10 и мне в такую погоду, если честно, хочется просто завернуться в одеяло в три слоя и лежать как гусеница, пока опять не наступит май и этот прилив энтузиазма с теплом за окном. Но, к сожалению, в ближайшие месяцев 8, а может быть 9, у нас в средней полосе абсолютно точно будет холодно, а лежать под одеялом, ну, вы знаете, прикольно, но это не совсем то, чего мы хотим от жизни, ведь правда круто бы написать какой-то неповторимый сценарий своей жизни. Поэтому я решила поговорить с вами не только об осенней лени и осенней депрессии, но еще и о самомотивации, я не знаю, там, о цели и полагании, потому что, ну, ведь жизнь, она же такая небесконечная, скажем так. И сейчас, несмотря на то, что осень и зима и холодно, самое время, как мне кажется, добавить в нее новых красок, новых всяких вкусов и привкусов, попробовать то, что мы никогда не пробовали, и я вам расскажу, как это делаю обычно я, и как я справляюсь со своей ужасной-ужасной ленью и нежеланием что-либо делать осенью, зимой и пока холодно. Во-первых, это для, наверное, мужчин, которые смотрят мой канал, я хочу отметить, что осенняя депрессия – это не миф, это реальный факт, особенно для девушек, потому что мы девушки почти все существа теплолюбивые, и для нас очень важно, чтобы на улице было комфортно, для того, чтобы что-то делать на улице, для того, чтобы просто выйти на улицу. Вот, во всех остальных случаях нам придется что-то придумывать, для того, чтобы выйти на улицу и начать что-то делать. Вот я расскажу, что же придумываю я. Итак, поехали. Во-первых, если у вас есть какие-то глобальные планы на вашу жизнь, а они у вас наверняка есть, но у вас еще нету карты желаний, обязательно сделайте ее. Опять-таки, это я говорю в том случае, если вы приемлете для себя такую вещь, как карту желаний вообще, некоторые люди говорят, что я лучше не буду тратить время на наклеивание картинок на лист бумаги, я лучше пойду и сделаю что-то, что приблизит меня к идеальной моей жизни. Ну, здорово, если так. Для меня нужны какие-то именно такие вот визуально-мотивационные моменты, поэтому я решила сделать карту желаний, и если у вас нету, но вы хотите, обязательно внесите в нее все, и то, что вам кажется абсолютно нереальным, и то, что продается рядом с вами в магазине за тысячу рублей, является куда более реальным. Например, в моей карте желаний соседствует там идеальный гениальный супруг, суперавтомобиль любимой марки, там дом у моря с дизайнерским дизайном, и какая-нибудь тушь и румяна от компании Benefit, допустим, так. Найдите картинки, которые будут идеально или не идеально соответствовать вашим желаниям, наклейте их на лист формата ватмана, или половины ватмана, или А4, вообще как вам будет удобнее. За произведением вашей карты желаний вы проведете наверняка несколько счастливых и веселых, промозглых осенних вечеров, пока вы будете сначала искать картинки, и потом вы будете наклеивать эти картинки на лист ватмана. Обязательно заведите под это дело какую-нибудь интересную фильм, или клевую музыку, которая вам нравится, и дело тогда пойдет, будет спориться дело, как это у нас в России говорят. И в общем, ну это наверняка очень весело, и девочкам такие виды деятельности обычно нравятся. Есть куча вариантов, как сделать карту желаний там по фуншую, по секторам, вы найдете все это в интернете, я не буду подробно здесь устанавливать, потому что информации по этому поводу полно и в текстовом, и в видеовиде на просторах лунета. Но единственное, во что я верю, и вы можете соблюдать этот фуншую, или соблюдать, что соблюдаю за себя я, это то, что карту желаний, и вообще свои какие-то вот такие новые начинания, нужно начинать делать на растущей луне. все то, что вы хотите для себя начать, и чтобы это, ну, спорилось, да, нужно начинать делать на растущей луне, если вы хотите чего-то прибавить, чего-то в свою жизнь добавить. В полнолунии, говорят, лучше ничего не начинать делать, а вот на убывающей луне имеет смысл начинать, ну, например, худеть, если вы хотите в своей жизни чего-то поменьше, чего-то убавить. Это моя личная точка зрения, я ее никому не навязываю, но вот у меня так. В это я почему-то верю. Кстати говоря, говорят, что если подстричься в полнолуние, то качество волос ухудшится, но их скорость роста увеличится. Ну да ладно, когда вы сделаете свою супер карту желаний, ее не обязательно, наверное, вешать на видное место, мне кажется, если вы в квартире своей живете не одна, то будут ходить другие люди, смотреть на вашу карту желаний, и не всегда, ну, скажем так, позитивно на это смотреть. Это как-то, ну, может, не очень энергетически положительно, поэтому лично моя карта желаний висит в шкафу, в открывающейся створке шкафа, и я, в общем, ее каждый день и по нескольку раз в день вижу замечательно, она никому там не мозолит, кроме меня глаза. После того, как вы закончили свою карту желаний и провели за ее изготовлением несколько уютных вечеров, теперь вам придется-таки выйти на улицу, встать все-таки с дивана для того, чтобы прикупить себе какой-нибудь клевый ежедневник или отнять его у кого-нибудь. В моем случае так и произошло, это вот такой вот акционный ежедневник от компании Давидов, и здесь на каждой странице мне напоминают, что курение вредит вашему здоровью, это тоже очень клевые мотивашки, если у вас есть, допустим, ну, проблема там с сигаретами, с курением. Купите себе такой ежедневник, который вам будет приятен визуально, формат такой, какой вам будет приятен, в общем, сделайте все для того, чтобы вам было приятно каждый день его открывать и в нем писать. А писать в нем нужно вот чего. Все те способы, все те действия, которые вас приблизят к окончательному результату, зафиксированному в вашей карте желаний. Да и вообще, напишите в этот большой план все то, что вы всегда хотели начать делать, но по разным причинам не начинали, или без причин не начинали. Ну, конечно, я все-таки предлагаю, это было бы здорово связать этот план с результатом, который закреплен в вашей карте желаний. Например, на вашей карте желаний есть идеальное тело, да, вы хотите похудеть или хотите создать красивый рельеф своего тела, тогда в ваш план действий запишите все, то, какими способами вы можете этого достичь. Например, начать беговые тренировки, начать заниматься бегом, записаться в бассейн и записаться на фитнес, например. Пишите все, чем вы реально можете заняться, и начните. Попробуйте все это хотя бы по одному разу. Не жалейте себя, не все это станет единственным делом в вашей жизни, но таким образом вы сможете выбрать для себя какой-то наиболее оптимальный и удобный, удачный для вас вариант. Обязательно попробуйте все это. И начните развиваться в каких-то новых сферах, начните вести свой видеоблог, например. Кстати говоря, когда я начала вести свой видеоблог, я поняла то, что есть в этом куча плюсов. Помимо клевой отдачи и такого практически живого общения с подписчиками, вы видите себя со стороны, вы понимаете, как вы поводите головой, руками, и как это выглядит со стороны, красиво это или некрасиво, какие жесты, может быть, не стоит делать, может быть, вам кажется, что это клево, а выглядят со стороны, это вообще не клево. Или как звучит ваш голос, ваша постановка каких-то предложений. В общем, все это вам поможет. Вообще, в целом, я, когда открыла для себя видеоблогинг, для меня это прям-таки новый мир, и мне кажется, что мне это реально очень-очень помогает в жизни. Опять же, если на вашей карте желаний есть какое-то место, куда вы хотите переехать, это другой город или, может быть, даже другая страна, сейчас, несмотря на то, что осень, самое время начать изучать новый язык. И попробуйте, не обязательно ударными дозами, ну, там, час в день заниматься уроками нового иностранного языка, попробуйте изучать хотя бы 5-6 слов в день, пока вы там едете на работу, на метро, или в автомобиле в каком-то аудиовиде. Это все равно лучше, чем ничего. Попробуйте все, попробуйте освоить на полную свою зеркальную фотокамеру, или фоторедактор освоить на полную, или видеоредактор. Попробуйте научиться клево редактировать видео. В общем, все-все-все, забейте ваш план полностью, и смотрите уже потом, хватит вам на это времени или не хватит, но, по крайней мере, каждый день, переходя с работы, вы будете видеть в вашем ежедневнике, что, о, круто, сегодня я иду на фитнес, или, там, о, круто, сегодня я читаю, там, новую книгу, начинаю читать какую-то новую книгу, или начинаю изучать фотошоп по видеоурокам. Конечно же, я не говорю о том, чтобы работать на изнемождение, я всегда, наоборот, за то, чтобы чувствовать себя комфортно, и если какая-то суперусталость, не нужно себя напрягать, да, там, нагружать лишний раз. Но, если вы пришли с работы еще бодры, веселы и полны сил, то вместо того, чтобы лечь на диване и в очередной раз начать смотреть ваш любимый сериал, там, «Секс в большом городе», который вы уже наверняка посмотрели четыре раза, и вот теперь давайте с первого сезона опять по пятому кругу. Вместо этого лучше придумать что-нибудь более крутое. Короче говоря, испробовав все в вашем плане, вы наверняка захотите что-то оставить для себя в жизни на постоянной основе. Допустим, если вы испробовали беговые тренировки, фитнес и бассейн, и поняли, что бег – это абсолютно не для вас, например, беговые тренировки – это вообще не для меня. Несмотря на то, что я сейчас стараюсь, очень много вкладываю силы, эмоций в этот бег, я понимаю, что для меня это некомфортный вид спорта, мне плохо заниматься бегом. И, наверное, для себя на постоянной основе я оставлю тренировки в бассейне. Но кому-то лучше, например, идет фитнес. То распишите для себя план на ближайшее время ваших занятий фитнесом. Планируйте на то время, на которое вам комфортно, на две недели, а может быть кому-то на полгода вперед. Почему бы и нет? Если вы решили все-таки снимать видео, у вас это пошло, то напишите там план видео на ближайший месяц, какие-то идеи для видео, темы для видео и так далее. Напишите, какое количество иностранных слов в день вы будете изучать или сколько минут вы будете посвящать изучению иностранного языка в день. И обязательно следуйте этому плану. Это совсем-совсем немного, но это очень... Ну, скажем так, это большой вклад в саморазвитие. Это новые дела, которые будут высвобождать в вас новую энергию, новые возможности. Вы, может, еще не знаете, что вы умеете, а вы это уже очень-очень клево научитесь делать. Вы... Это ваше. Вы найдете, может быть, какое-то действительно свое дело. Обязательно очень важно, ну, для меня это важно, делитесь своими достижениями с близкими людьми или с близкими по духу людьми, с вашими друзьями. Это очень здорово, когда кто-то искренне за вас радуется. Не все люди так к этому относятся. Некоторые люди очень самодостаточны. Им вообще дофей не мнение других людей. Но мне важно, я делюсь своими достижениями, своими родителями, и мне это очень приятно, когда меня хвалят, и вроде как бы мои родители тоже за меня горды. Но, кроме того, нужно не забывать о себе любимой и самим мотивировать себя. Я стараюсь делать себе всегда тематические подарки, и это очень круто, и радость от тематических подарков для себя гораздо больше, чем радость от просто тупо покупок. Например, если вы начали ходить на фитнес, и ходите на фитнес уже целых две недели, а обычно и недели не выдерживали, то купите уже себе, наконец, ту красивую форму для спорта, о которой вы всегда мечтали, может быть, брендовую или просто очень клевую, которая вам всегда нравилась. Если вы начали заниматься видеоблогингом, и у вас тоже это пошло, купите себе штатив, или новую видеокамеру, или освещение, или клевый фон, в общем, что-то, какие-то делайте себе подарки, которые будут мотивировать вас дальше заниматься вашим любимым видом деятельности. И, конечно же, невозможно не отметить плохую сторону, но я вам все равно о ней скажу. Нужно исключать из своей жизни все то, что утратило свою актуальность. И исключать из своей жизни негатив и, по возможности, полностью. Знаете, я не сторонник вообще какой-либо терпимости к негативу. Мы всегда в силах избежать каких-то нападок в свою сторону, или каких-то негативных моментов, даже вплоть до того, если вы едете в метро, и вам наступили на ногу, совсем не обязательно отвечать этому человеку, каким-то образом поставить его на место, или научить жизни. Мне кажется, это очень-очень глупо. И вы не научите жизни другого, там, чужого человека. Я сейчас не говорю о каких-то таких текущих моментах, разногласиях с любимыми, близкими людьми. Это совсем другое, это не избежать. Но я говорю именно о негативе извне, от которого вы должны просто, я не знаю, ставить себе зеркало абсолютно полностью. Вы должны стараться его избежать, и ни в коем случае не ответить на него, и уж тем более негативом. Это, мне кажется, вообще ужасно. И, ну, знаете, бывает вообще плохо. Бывает так, что нас не поддерживают, или даже, может быть, излучают этот негатив наши родственники, а иногда даже близкие родственники. Ну, здесь я могу предложить только одну решительную меру, это, конечно, прекратить общение полностью, или по возможности свести его к такому социальному общению, когда, здравствуйте, как у вас дела, у меня хорошо, до свидания. Потому что никто не в силах, и никто не должен в вашу голову внедрять свои собственные ограничения. И вы не должны жить в ограничениях других людей. Это неправильно. Все, что в вашей жизни получилось, в этом виноваты только вы. И все, что в вашей жизни не получилось, в этом тоже только вы виноваты. И никто не может говорить вам, что это вы сможете, а это нет. Только вам решать, сможете вы или нет. Только вам решать, будете вы это делать или нет. И, друзья мои, я уверена, что это очень и все у вас получится. Только начните, пожалуйста, делать. Я вот уже начала, и давайте вместе со мной, давайте пишите, чего там у вас получается. Я вас всех очень сильно целую, обнимаю. И до новых встреч. Пока.